Перед тем, как мы отправимся с вами в новое путешествие, я хочу вам порекомендовать карту Тинькофф Блэк. Лично у меня таких карт целых две. Я использую карту Мастеркард и карту Мир. Этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет. По моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание. Помимо этого вы также получаете до 30% кэшбэка у партнеров, до 15% кэшбэка при выборе категории и до 7% на остаток. И хочу заметить, что это не какие-то там бонусы, а это самые настоящие рубли, которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки. Помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы. Также снятие без комиссий в огромном количестве банкоматов. Ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это 100%. Помимо всего этого, что я перечислил, также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор-пилочку. Данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги, когда в конце месяца вы открываете, а у вас там кругленькая сумма. Ну конечно кругленькая сумма зависит от того, сколько вы тратите. Собственно оформите и посмотрите и разберетесь. Очень классный инструмент. Ссылочку я оставляю под этим видеороликом. Переходите, оформляйте, пользуйтесь. Погнали! На пару ночей остановились у Настины подруги и у Соньки здесь в Краснодаре. Здесь у них прям возле дома такой огромнейший-огромнейший сквер. Что меня очень сильно удивило и понравилось, это то, что есть бесплатный туалет. Да, сынок, пойдем. Парк классный. Ему примерно года два. Здесь, видите, вечером все так подсвечивается. Турнички есть. Ну и, естественно, площадка для разных возрастов. Очень клево. А еще здесь летают вот такие самолеты. Это уже третий за наши полчаса. Давай, давай, Сонька, давай. Наяривай. Так, Соня ищет мужа. Пишите к нам в личку, контактами поделимся. Давай, Славян. Так, Славян никого не ищет, у него есть. Давай, солнышко, погнали. Давно не делал, Славик. Давай. Надо спорт возвращать в жизнь, на самом деле. Совсем смудохались. Не знаешь, посмотрим, насколько хватит. Пока, по-моему, на четвертый раз. Вот, учитесь у папы. Папочка, а так у нас? Пятый только. Ну все, отдыхай. Не выпендривайся. Бывало и побольше, Славик, да? Все-таки 30 лет же. Мы полностью отрамбовали машину. Все, собрались кое-как. И отправляемся в новое путешествие. Но самое, что интересно, мы не знаем, куда нам поехать. Варианта два. Либо Кавказские горы начинать с Адыгеи, либо поехать на несколько дней сначала сесть к морю. Пока думаем. Изначально мы припарковались, я нарулил наличку, чтобы нам купить воду и заправить все наши баки. Ребятки, хочу напомнить для тех, кто уже оформил по моей ссылочке карту Тинькофф Блэк и не совершил определенные действия. Так вот, если вы не совершите эти действия, именно не сделаете первый покупок, по-моему, там на 300 рублей, то вы не попадете под эти условия. То есть у вас не будет пожизненного обслуживания, у вас не будет повышенных кэшбэков и так далее и тому подобное. Так что, кто это не сделал, обязательно сделайте. Ну вот, собственно, так это выглядит. Сейчас это будет питьевая у нас вода. Это мы сделаем под техническую и заправим еще полностью нашу трубу. Так, вот так вот по горлышку заправили свой бак. Пока будем ехать, вода нагреется. Баки-то мы заправили, а вот куда ехать мы еще не решили. И это отчасти грустно. На самом деле хочется и покупаться на море, хочется и в горы. Но давайте сделаем так. Мы берем монетку. Пятерка – это море, Орел – это горы. Пробуем. Пятерка. Мы едем на море. Держись. Настю, я кинул монетку. Монетка сказала, что мы едем на море. И как лайфхак, на море, кстати, тоже есть горы. И, конечно же, перед путешествием мы заезжаем на мойку, чтобы помыть нашу красавицу. Вот так вот. Ну вот теперь на чистой машине мы можем уже смело отправляться в путь. Основная причина, почему мы уехали из Краснодара, потому что это бесконечные пробки. И для того, чтобы путешествовать, чтобы выехать из города, мы всегда тратили час-полтора минимум, чтобы выехать хоть на какой-нибудь объезд этого города. И вот сейчас мы едем в одно место и опять пробки. Вон, кстати, дома. Это там, где мы жили. Вот они. Район большой, торговый центр. Красная площадь. Петра Метальникова. Там мы прожили почти год. Мы сейчас находимся на Тургенево 134. А приехали мы сюда для того, чтобы подать свидетельство рождения Мирончика на постелирование. Поставить туда апостиль. Здесь все так же и 2500. Единственное, что по старинке нужно было бежать в банк. Ну все, решили вопрос. Теперь едем на морюшко. нам дали уведомление о том, что приеме и сказали, что 14-го будет готово. Как же кайфово в тапочках. Мы тут на парковке расчехолились. Готовим обед. А пока готово, Мирош попросился покататься в коляске. Вот, собственно. Вот такой у него аттракцион, да, сынок? Так, наш обед. Что кушите? Российская в тесте. Российская в тесте. А у тебя, сынок, тоже? Давайте. Мы сытые, довольные, выехали и первым делом заезжаем на заправку. Здесь вот прям сразу же есть газпромчик. Сейчас по-быстренькому пару тысяч закинем и поедем дальше. Ну все, теперь точно в путь. Мы заехали в горячий ключ. Вот, пожалуйста, табличка. Наипрекраснейший город, который я рекомендую посетить каждому здесь погулять. Но потеряли мы буквально минут 25, потому что здесь ДТП. Так вот, догнались, видите, паровозиком. Ну вы только посмотрите, в какую красоту мы попали. А здесь, кстати, на горы смотришь и они такие, видите, разного же оттенка. То есть, осень уже тоже догоняет эти места. Красиво, очень красиво. Кстати, в горячем ключе совсем скоро откроют канатную дорогу, которая будет идти на вершину горы. И там же я уже увидел просто будет колесо по зрению. Не знаю, к сожалению, какого числа это откроют. Если вдруг смотрят меня местные, напишите, пожалуйста, я бы с радостью бы заехал посмотрел. Мы сейчас проезжаем Джугбу и сейчас будет самый крутой момент. Смотрите, 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 вот так вот пригорок, заправка, немножечко деревьев и вы только посмотрите, какая красота. Здесь, отсюда открывается потрясающий вид. На море, на горы. Всегда, когда мы едем из Москвы, я так жду этого момента, когда мы это увидим. Привет, море! Давно не виделись. Ай, посмотрите, какое чистое море. Вон люди стоят. Вот у даже есть такая небольшая косая. Ой, как же я хочу быстрее нырнуть, а! Мы на самом деле заехали в кемпинг спросить, что по ценам здесь вот можно так встать на берегу. На нас на всех будет стоить это полторы тысячи. Блин, такие цены здесь гнут вообще несерьезно. Причем, я уверен, что если здесь заселиться, мне придется его обосрать, потому что я думаю, что и с туалетами здесь беда, и с душем здесь беда. Ну, собственно, как традиционно на нашем берегу. Да, сынок? Перед тем, как мы с вами продолжим, я хочу вам кое-что порекомендовать. Мы очень много изучаем какие-то различные места, проверяем маршруты, проверяем какие-то столовые, кафе, рестораны, где-то ночуем дикарями, где-то заселяемся в какие-то гостевые дома, в гостинице. Так вот, для того, чтобы вам было проще путешествовать по нашему югу, Крыму, Абхазии, мы написали наши авторские гайды. У нас их целых 5. Это гайд по Крыму. Крым мы пропутешествовали и продолжаем путешествовать как дикарями, так и, так сказать, отельно. Там есть локации, рекомендации, куча маршрутов, достопримечательностей, очень много всего. Следующий наш авторский гайд по Большой Анапе. Там тоже куча всего. Есть контакты жилья, маршруты, достопримечательности, туристические и нетуристические. Далее по Большому Геленджику. Там тоже куча информации. Есть тропы, по которым никто не ходит, возвышенности горы, крутые пляжи, также столовые, рекомендации, советы. Следующий наш авторский гайд по Большому Сочи. Это очень большой гайд, состоящий из двух частей, но все-таки Сочи-то большое. Мы разделили этот город на все районы и дали максимальную информацию. Все пропутешествовали, посмотрели, изучили, поэтому смело приобретайте. А для тех, кто захочет отправиться в Абхазию, мы написали авторский гайд по Абхазии. Друзья, ценность этого гайда настолько огромная, ну, как бы, в любом случае, это другая страна. Там есть также рекомендации, советы, кафе, где действительно можно вкусно покушать, недорого, ну, а где-то цены, как бы, ресторанные. Мы все проверили, где покупать шашлыки, где покупать даже памперсы, тоже это все отметили. Как снимать деньги, где снимать деньги, какие карты собрать, и так далее, и подобное, все найдете в этом гайде. Ребятки, наши гайды стоят всего лишь 490 рублей каждый. Приобретайте, путешествуйте с удовольствием по этим местам. Как приобрести, есть ссылочка в описании. Просто нажали, приобрели, и погнали в путешествие. Мы решили немножко пройти, все-таки глянуть этот кемпинг, и подошли к морю. А Мирончик идет сразу. О, классная вода вообще. Вообще классная. Ну, не так, как она такая. Классная вообще. Строгий отбор у нас кемпингу, поэтому едем дальше. Вот заехали в еще один кемпинг. Одуреть. Машина 600, и каждый человек по 500. Дети до 5 лет бесплатно. Спрашиваешь элементарно за интернет, интернета нет. Вообще просто капец. Уже сентябрь на минуточку. Аквапарк. Напротив есть кемпинг. Здесь уже поинтереснее цена. Наша машина будет стоить 700 рублей. Пофиг, сколько у вас человек, пофиг, сколько палаток и так далее. Просто встаете, платите 700 рублей в сутки. Единственное, что душ, туалет, это все отдельно платится. Даже за туалет. Вот. А там как выглядит, это такая большая парковка, где ходишь, там и встаешь. Такие дела. Вот еще кемпинг. 2000 рублей наша машина, и палатка, говорит, все включено. Что все включено, непонятно. Ну да ладно, едем дальше. Иду еще в один кемпинг, спрошу. В предыдущем кемпинге цена 1000 рублей, ну типа оля, все включено. Но не понравился спуск к морю. Само море, галька, водоросли. Это, короче, трындец. А вот в этом кемпинге мы нас останавливались первый раз в 2019 году. Пойдем посмотрим, что у них. Вот такая здесь вот история. Пусто. Людей мало. Гнут, конечно, циники, они вообще трындец. 1300. Вот так вот обрывы, видите? Море чистое-чистое. Конечно, потрясающе. Но раньше здесь был песок. Сейчас нет песка. Раньше здесь было так классно. Весь берег был в песочечке. Так было шикарно. Сейчас плиты. Это, конечно, просто вся история очень-очень скользкая. Да, малолюдно, сами видите. В Лермонтово мы проезжали. Там, конечно, трындец людей. Вот. У нас осталась последняя попытка. Здесь как-то он называется, не помню. Сейчас спросим, что там. Ну здесь вот, по крайней мере, автодома заезжают. У нас просто там отдыхали ребята. Ну не в кемпинге, они ходили на этот пляж купаться. И кемпинг был прям забит. Очень много людей было. Ну вот хочу посмотреть, как там. И здесь нет уже спуска к морю. Ну вот, собственно, про что я вам говорил. Видите-ка, здесь очень много-много-много машин. Здесь огромнейшая территория. Можно выбирать, что хочешь. Стоимость здесь 300 рублей с человека. Дети до 5 лет бесплатно. Припарковались. В общем, мы заехали в этот кемпинг. У них здесь расчетное время 12 часов. Ну типа, вот мы в 5 вечера заехали, в 5 утра должны съезжать. Либо потом, когда будем выезжать, нам сделать первый расчет. Конечно, вот сколько раз я говорил, что на нашем берегу кемпингов, конечно, нету нормальных, достойных, чтобы можно было вот прям и возле моря постоять, и так далее, и тому подобное. Как-то все это грустно. Но пока будем здесь. Сейчас идем купаться. Вон, все заряженные. Взяли мирожки. Вот этот надувной круг. Сейчас я его буду надувать. Все, человек это не ждет. Слушайте, кубка на закате, да? Вон, солнышко уже заходит. Вода прозрачная. Вот так вот. Прозрачная, мелкая. Песочек, сейчас покажу. Смотрите как. Красота какая. Все, пойдемте. Сейчас нам нужно еще постелиться, но самое главное, самое главное перед этим приготовить ужин. Темка мне решил помочь. Он уже собирал мангал. Делает это вот. Который раз уже даже не помню. Мирончику он залез в свою игрушку. Да, сынок? Он вообще из воды не хотел выходить. Он прям кричит, да, сын? Да. Все, сейчас потихонечку будем раскидывать лагерь, но скорее всего мы здесь переночуем, еще день проведем, пообедаем и уедем. Мангал готов. Теперь открываем уголь. Сарчик. И насыпаем. Не весь, не весь, не весь, не весь. Зашли в магазин, забыли купить уголь. Купили уголь, приехали сюда, начали закладывать эти, господи, угли, вспоминаю, что забыли купить рожек. Прикол. Сейчас пока расставлялись, подошли ребята. Вот тут вот на ладе с прицепом наши зрители. Вот сейчас чуть позже покажу их кемпер, он сделал сам. Благо у меня команда есть, сейчас веточки туда-сюда, сейчас все. Что, Темка, в глаз попал? Дым? Что сделал, Тема? Дым. Я слил. Тема, не надо. Еще у нас с недавних пор выручает наш новый автобокс. Покупали мы его вот у этих ребят. Макс Бокс Про. Я ссылочку оставлю в описании. Если вам нужен бокс, заглядывайте. У нас самый большой, 54, по-моему, литра. Вмещается просто тема вещей. Туда же, видите, сушилку с собой возим. Прикиньте, как я сейчас жестко затупил. Короче, открыл вот бокс, достал палатку, раскрыл ее, думаю, надо собирать. Потом Настя говорит, не, давайте все-таки спать в машине, потому что уже как-то прохладно, земля уже холодная стала. Окей, говорю, ну тогда нам нужен туалет. Достал туалет, он лежал на самом низу. А потом смотрю на Настеньку и говорю, блин, у нас же теперь биочная сейчас стоит в салоне, мы же его там оставляем. И тут Настенька говорит правильную фразу, Славя, у нас сейчас машина такая, что все там. Зачем нам это все нужно? Ну да, вообще все так есть. Настолько просто ненужных вещей, зачем-то много, в которых я уже устала срыться. Надо все выкидывать, нафиг. Приступаем к маринаду мяса. Шашлык мы стали брать, потому что вот это готово уже в пятерке. Ну, говно состав, поэтому просто взяли ножки, грибочки. Сейчас дело запечем с хлебушком, даже, наверное... Ты что? Сейчас ем. Даже, наверное, без гарнира. Уже угли готовы, у нас там картошка уже запихается. А что это делать? Ставим эти грибочки. Чик-чик-чик, чик-чик-чик. Все, сейчас курочка следом идет. Продолжая рубрика лучших покупок для путешествий, это стул. Он с нами всегда. Мирошка в нем тоже всегда тусуется. Здесь курочка, видите, готова. Голень у нас, к сожалению. Хотели, конечно, шашлык. Я думал, что в этом кишлаке мы будем лишены вида на море, но на самом деле нет. Вот у нас море, закатик, да, сынок? Да, подождите, и вот так вот. Вот, и Мирончик. Вот так вот, три кота. Ну не три кота. Кстати, еще здесь, как из приколюх, есть, как бы, типа такая, ну, а-ля набережная. Здесь вот много всяких разных кафешек и еще детские аттракционы. Вот сейчас, видите, запущен. Там качаются печельки. Прикольно. Такой у нас, короче, переполох. Вон, белье все накидано. Матрас качается. Чайничек там загрел. Там, короче, ничего не видно. Так, я думаю, что, наверное, мало чего видно. Мы поставили кольцевую лампу и вот так вот сели. Все, короче, увидимся утром. Ну вот и утро. Посмотрите, какой там лагерь беженцев. Вот так вот. Вот так вот. Нас, конечно, не видно. У нас есть шторки. Мы просто сейчас их убрали. Но, тем не менее. Здесь, конечно, в этом месте очень сильно не хватает интимности. Где ты вот можешь встать и стоять. И получается вот так вот. Да, Мирошка? Да? Вчера вечером уже, когда мы кушали, было настолько холодно. Ну, ветер такой, знаете, дул. И дул всю ночь. И сейчас дует. Но я так уже выглядываю. Люди, конечно же, кто в чем. Кто-то в купальнике, кто-то в кофте. Кто-то в штанахе в кофте. Кто в чем. Ну, не знаю. Мы сейчас розеттываемся, еще поваляемся. И будем вставать, выходить, проверять эту погоду. Вообще, должно быть жарко. Вот про ветер я вам говорил. У людей просто сорвало палатку. Вот у этих. Видите, тащат. И улетел в машину. Вообще, капец. Зачем я так оставлять, не пристегнутая? Утро начинается не с кофе, а с дозаправки нашего бака. Машина стоит чуть под наклоном, поэтому вода укатывается вперед. И надо удаливать. Вот так это происходит. И даже Мирошка вот так вот чистит все изюбки. Да, Мирошка? Чись, мой хороший. Чись. Ради интереса зашел здесь в туалет. Это, конечно, полная задница. Поэтому рекомендуем, кто хочет так отдыхать, покупать свой бьюч и не ходить в такие места. Жесть. Здесь, кстати, сразу через дорогу есть магазины. Вот так это выглядит. Я бегу за молоком, потому что вчера молоко, которое мы купили в пятерке, оно было, оказывается, уже прокисшее. Детки пока играют. Я нырлил молоко, еще нырлил к чаю. Все, что брали вчера к чаю, все сразу же съели голодные. Сейчас будем готовить завтрак. На завтрак у нас яичница. Сейчас буквально 5 минут, и все готово. Мальчишки, со стола посадитесь, садитесь, хотите? Да. Садитесь. Пеум-пеум. Так. И главное, наш царек, кушай свиночек. Видишь, какой у тебя завтрак вкусняцкий. Вкусно, парень? Кушайте. Мы себе яичницу будем жарить с помидорками. Так, обещанный. Типа капля, да? На этих домкратах. Здравствуйте. Здравствуйте. О, даже двухъярусная кровать, да? Ну да, чтобы трое там помещались. Ага. А кухня там этот, ну, баг, да, стоит? Нет, у нас вода вся в машине сама. Здесь только умывальник. И там ведет. Ага. Ага. Ну, прикольно. Здесь вот столики вот эти вот откидные. А, откидные, ага. Да, здесь один сидит, здесь вот еще двое. И шкафчики. Шкафчики парень. Ага. Ну, правильно. Думал, машину не трогать пока, но нет. Пришлось, потому что ребята, которые вот на автодоме стоят, подошел ко мне, попросил пропустить его. Здесь все заставлено вот так вот. Ужас. Пока машины переставляли, автодом выпускали, уже такая жарюка. Куча людей. Вот такая вот обстановочка, видите, в сентябре на морюшке. Сейчас будем купаться. Детвора играет. Люди отдыхают. Огромное количество людей. Море чистейшее, тепленькое. Сентябрь. Я даже не думал, что будет в сентябре, столько людей здесь. Веронечку спать уложили. Мне сейчас присоединит самое сложное задание. Это вылить эту штуку и заново налить. Почему самое сложное? Потому что он полный и весит примерно килограмм. Программ тридцать. Его нужно тащить до туалета. Кто спрашивал, как это делается, отстегивается верхний бак и нижний бак. Нижний выливается и все. И набирает сюда средство. Заново. Пять минут, как говорится, и готово. В нижний бачок я заливаю вот такое вот средство. Упало. Оп, упало. Вот. Пока мы занимаемся приготовлением супа, у наших деток целый творческий процесс. Рисуют камушки. Красота, пацаны. Невероятно. Может быть, потом проведем. Может быть, проведем. А, вот так вот с видом на море. Вот такой супец у нас получился. Мирошка до сих пор спит, поэтому он обед пока пропускает. С рыбкой. Красота. Купил два рулета. Я вам показывал, да? И один мы съели. Открываем на обед второй. Пара-пара-пам. Пум. Представляете? Значит, жить. Мы решили собраться. И даже уже все собрали. Вон, видите, там в машине уже все дела. Вот так вот. Все утрамбовали. Сейчас я вам покажу напоследок еще кадры с воздуха, как здесь это все дело смотрится. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще было дело в этом поселочке. 70 рублей, видите? Это за рулет. Заехал им и отдал. Они вернули деньги. Нам он обошелся в 900 рублей в сутки, что считаю, это хрена, потому что у них нет ни хрена. Ну ладно. А мы отправляемся дальше. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...